Служба судебных приставов В этом году мы уже искали миллиард семьсот рублей, поэтому где-то на семьсот миллионов мы больше сработали, лучше сработали, чем в прошлом году. По статистике, что могу сказать, мы и возбуждать стали на где-то на два процента больше, если там было 376 тысяч, в этом году 380 тысяч. Исклоны просто снова возбудили. Также с окончанием у нас тоже увеличение на 10% лучше стало оканчивать исконную производство. Больше, наверное, мы сейчас делаем упор на фактическое исполнение. То есть только самоцель до конца года поставили, чтобы каждый вечер на следующий год у нас поступало, исполнили документы, чтобы в этом году разобраться. И как бы раз и навсегда. Ну, немножко столь лучше работать. Ну, опять же, это, как сказать, мы не можем для себя там оставить какие-то, то, что мы вот лучше стали работать, и все на этом, наверное, заканчиваем нашу работу. Нет, я думаю, что у нас проблем еще очень много. Поэтому сидеть на ладу починать, наверное, да, это неправильно было высказано. То есть надо усовершенствовать, усовершенствовать. Сейчас кризис, ну, как все мы знаем, да, и растет ли в связи с этим число производств по банковским кредитам? Да, совершенно верно. Констатировал факт, что где-то на 20% увеличение количества исполнительных производств, именно по взысканию в пользу банковской системы. Ну, и проблема, конечно, начинается в том, что в целом население стало уменьшаться, вот именно доходная часть, может, это связано с традиционными какими-то проблемами, может быть, то, что у нас становится меньше, наверное, мест для работы, сокращение. И в этом году, наверное, как уже известно, что и наша служба коснулась сокращение где-то на 10%. Поэтому все это, конечно, сказывается. И то, что у нас количество исполнительных производств растут в целом, не только по кредитам, но вообще в целом. Поэтому посмотрим, что на следующий год у нас произойдет. Надеюсь, что все будет у нас хорошо. Но ваше ведомство активно использует такую меру, как временное ограничение права выезда за пределы России. В этом году сколько граждан удалось оставить в стране, так сказать? Совершенно верно. То есть это один из, наверное, таких методов принудительного исполнения, то есть то, что мы применяем, это ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, наших должников. Значит, если мы в том году где-то 8... нет, 6900 мы ограничили по 9 месяцам 2014 года, в этом году мы уже ограничили 7300. То есть, да, количество растет. Наверное, мы и чаще будем, наверное, применять такую меру с каждым годом все больше и больше, потому что у нас возникает возможность уже более, наверное, оперативно каждому исполнению производства больше уделить внимание. То есть это та же самая электроника, соответственно, да, мы смотрим по электронным базам данных и категории, и по суммам, соответственно, и видим, где уже определенные моменты произошли, да, как бы сказать, большая сумма уже возникает, то, конечно же, мы уже ограничим в обязательном порядке. Но если это, опять же, сравнить, что у нас было 370 тысяч примерно было из полного производства, и всего мы ограничили 7300, ну, наверное, это ранее. Ну, сколько там, 10%, да, получается, примерно мы всего ограничили. Мы должны, ну, как можно больше ограничивать в праве выезда, потому что есть у нас количество определенное, все должники должны быть ограничены согласно закону. Но не всегда у нас получается каждому исполнению производства подойти из куполезного. Я бы, я бы, я бы. Еще один такой вопрос, который касается многих, это списание денежных средств с банковских счетов граждан. Люди порой возмущены этим очень сильно. Вообще, насколько данные действия правомерны, и когда вот с карточек нельзя списывать деньги? Вот этот способ воздействия, это арест денежных средств, находящихся на расчетном счете должников, в том числе и на банковских картах, это всего лишь арест, это не списание. Мы этим активно пользуемся. Возбуждается исполнопроизводство. Мы направляем в электронном виде, конечно же, запросы в банки, получаем в электронном виде ответы, и в электронном виде у нас все на основании закона вносится постановление об аресте денежных средств на расчетном счете. Соответственно, все это предусмотрено нашим федеральным законом о поскольку производстве. Нарушений здесь никаких нет. Есть, конечно, у нас казусы, когда мы обращаем за искание на денежные средства должников, которые, можно сказать, иммунитетные, да, что там по потере кормилица, ну и так далее, и так далее. Есть доходы, которые мы не имеем права обращать за искание. Даже здесь эта проблема не в службе судных приставов, а чаще всего это проблема в самом должнике. Когда мы возбуждаем исполнопроизводство, мы по почте направляем постановление возбуждения, где четко приписано, что вы можете быть ограничены в праве выезда, прийти, возможно, что у нас право есть, что судейный пристав придет и арестует имущество. И дабы не избежать этих проблем, мы предлагаем, чтобы должник сам пришел в судебный пристав и пояснил, что есть расчетный счет, соответственно, на этот расчетный счет у него, вернее, заработная плата поступает, но в том числе и денежные средства, например, которые иммунитетные, это его право, его даже обязанность перед судебным приставом исполнителем. Ну, а вы, наверное, прекрасно понимаете, что у нас должники или от лени, или просто от нежелания не сообщают расчетные счета и, тем более, сущность денежных средств, поступающих на расчетные счета. Судебный пристав, он же не телепат, соответственно, не может в голову залезть кому-то и выяснить, какие денежные средства поступают. Даже банк не знает, какая сущность денежных средств поступает, не всегда банк знает об этом. Поэтому мы пытались ввести вот эти три года с банковским сообществом и все-таки меры предпринимать, чтобы службу с менепристав ограничить, чтобы мы не нарушали права должников. Но опять же, что же, мы же не можем гадать на кофейный госчет, с какого счета было списано, какие денежные средства поступили. Там же, может быть, заработная плата же тоже, много же у нас бюджетников в республиках, в кассе работают, поэтому все зависит от должника. Почему у нас случается порой так, что люди вообще не знают о своих долгах? Опять же, давайте, наверное, будем больше на конкретике. Есть человек, есть у него машина. Он прекрасно понимает, что он ездит сам на машине, соответственно, да, и, возможно, он нарушает правила дорожного движения, где фиксирует этот СОФАП. С этой видеокамеры. Возможно? Возможно. Поэтому он, я думаю, что он обязан, этот человек, да, во-первых, информацию получает из ГИБДД сайта, там, наличие всяких, там, у него долгов, да, в том числе и должен просматривать, наверное, нашу базу, Федеральная служба с анаприсов, которая официальная, да, которую можно найти в интернете и посмотреть, есть ли долги, соответственно, да. Если есть долги, ну, надо оплатить. Опять же, мы говорим, там, вот, что вот, из свежих примеров, есть квартира в другом городе, за нее, во-первых, налоги приходят, во-вторых, ЖКХ, необходимо оплачивать. А, значит, там женщина понадеялась, что там будет у него какой-то родственник оплачивать за ЖКХ, соответственно, этого ничего не было, ЖКХ обратилась в суд, получила исполнительный лист, предъявила к нам то, что имеется долг по оплате ЖКХ, ну, в другом городе, и мы тут, соответственно, возбуждаем исполнительное производство и списываем денежные социальные расчетного счета. Ну, а где о своих долгах можно узнать? На нашем федеральном сайте, так называется, банк, да, на заходите, там есть рубрика такая, банк данных, выбираете регион, где вы прописаны, или проживаете, соответственно, выбираете, там, такие атрибуты, как фамилия, имя, отчество, можно же просто фамилию именно называть, можно ввести дату рождения, можно и не вводить дату рождения, соответственно, чтобы, ну, больше информации получить. Вы можете не только, получается, себя проверить на наличие долгов, но также своих близких родственников, своих друзей, своих соседей, своих контрагинов по бизнесу. Это открытая информация? Да, все в рамках закона. У нас там в законе об исполненной производстве все четко написано. То, что информация о должниках, об исполненной производстве в отношении должника, непогашенного, кроме, конечно, персональных данных, да, вот, она открытая. Ну, что такое персональные данные, это фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, наверное, когда-то все совокупности, конечно же, да, где он проживает. Ну, вот это, наверное, это персональные данные. Но в данном случае это фамилия, имя, отчество, да, и, соответственно, что и надичие долгов. Это открытая информация, там никакого нарушения тут абсолютно нет. Мы все понимаем, что бывают и жизненные трудности. Вообще случается так, что вы идете навстречу должникам? Зачем идти должнику, например, на рассрочку, если он говорит, что давайте я в течение месяца, двух, заработную плату, вы мне будете его пересписывать, возможно, что-то подработаю, получу какие-то денежные средства и принесу вам лично. Конечно, судебный присудивуешь, он из какие-то, как сказать, копия ломает, что ли, или переусердствует. Если идет такой диалог, это нормальный диалог, все жизненные ситуации бывают. Но так вот официально в законе, чтобы отдавать рассрочки, вообще любые рассрочки, судебный присудив не имеет, это все только прерогатива суда. В этом году ваша служба, служба судебных приставов, отмечает 150-летие со дня основания. Я вас от своего лица, от лица своей компании поздравляю с этим праздником. Ну а у вас есть возможность сказать пожелания какие-то вашим сотрудникам. Уважаемые коллеги, ветераны нашей службы, поздравляю вас с праздником, со 150-летием нашей службы. Я вам желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, крепости духа. И пожелаю, чтобы заработная плата в будущем году все-таки у нас была достойной. Всего вам хорошего. С праздником. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.